Искать занятия для души и пробовать себя в чем-то новом. От бескорыстного волонтерства до защиты своих прав и интересов. Все это сфера деятельности общественных объединений САФУ. Не быть равнодушным чужому несчастью и действительно кому-то помочь вы сможете в волонтерской организации «Квант Милосердия». В основном здесь занимаются воспитанниками детских домов, которые нуждаются в особом отношении и подходе. Это большой труд и работа не одного дня. Но даже одно мероприятие может принести свои плоды. Можно провести одно мероприятие, прийти, выложиться там полностью, подарить им веселье, радость, научить чему-то. То это достижимо за одно мероприятие. Раз, два и по кругу. Раз, два, три. Раз, два, три. А тем, кто мечтает попасть на Олимпийские игры 2014, прямая дорога в Центр подготовки волонтеров. Если вам от 18 до 80 лет, вы общительный, ответственный, инициативный, умеете работать в команде и очень хотите стать волонтером, то, скорее всего, по итогам обучения вы будете одним из 500 человек, которые отправятся на игры в Сочи. Если вы верите, что только в споре рождается истина, то вам подойдет дискуссионный клуб. Здесь проходят разговоры и круглые столы по самым актуальным общественным и политическим вопросам. Те люди, которые к нам сейчас приезжают, киргизы, узбеки, не мы должны изучать их культуру, они должны изучать нашу культуру, великую культуру. И на этой культуре растить своих детей. Политклуб «Точка зрения» – еще одно дискуссионное объединение. И вы члены студенты, выпускники и преподаватели университета. Главной целью политического клуба является политическая грамотность и развитие ее в среде молодежи. Члены клуба проводят не только свои мероприятия, но и активно участвуют в других обсуждениях на политическую тему. У меня вот такой вопрос. Мы, как студенты от своих проекторов, ждем полной отдачи, чтобы вы будете трудиться и делать для нас прекрасные условия, для того, чтобы мы получали прекрасные знания. Вот вам вы время находите и для того, и для другого. К фехтованию не словесному, а вполне реальному. Вас научат в Биарнии. Своё название клуб получил благодаря известным посагам в земле, предположительно располагавшейся на территории современной Архангельской области. Считалось, что одерживать победу в битвах в ерницам помогала магия. В клубе вы научитесь не только фехтованию, но и создавать исторические доспехи, костюмы и элементы быта. Свою творческую инициативу можно проявить в студсовете САФУ. Концерты, вечера, конкурсы. Здесь студенты организуют только то, что им самим интересно, а также помогают в реализации общеуниверситетских мероприятий. Давайте начнем с новостей. Это 26 июня пройдет у нас мероприятие в университете «Жить интересно без наркотиков». Приобрести навыки для будущей профессии и прочувствовать свою специальность на практике можно в штабе студенческих отрядов. Здесь не только проводят обучение и тренинги, но и способствуют трудоустройству в течение учебного года и на каникулах. Работает штаб по трем направлениям. Первое – педагогическое – отряд «Опора». Здесь студентов обучают работать с детьми и готовят их стать вожатыми. Занятия проходят раз в неделю и по итогам выдаются сертификаты. Второе – спасательное – отряд «Помор-Спас». Члены отряда учатся действовать в чрезвычайных ситуациях. Сюда входит разведка зоны ЧС, поисково-спасательная работа и эвакуация пострадавших. Оказание медицинской помощи. По результатам аттестации выдается свидетельство – спасатель Российской Федерации. Огромное множество строительных отрядов. Долгие пешие переходы, вечера у костра – одним словом романтика туризма. Ее вы найдете в клубе «Полярная звезда». Уже традиционными здесь стали походы по северной тайге, горы Хибина и водные походы по рекам Харелии. Если студенческий городок – ваш дом родной не только в переносном, но и в прямом смысле, то вы знакомы с работой студенческого совета общежитий. Его цель – улучшить условия проживания в студгородке. О плюсах и минусах жизни в общежитии помог рассказать открытый фестиваль короткометражных фильмов «25 кадр», организатором которого стал ССУ общежитий. Создать свой любительский фильм помогут в медиалаборатории «САФУМ». Здесь ждут не только тех, у кого есть желание попробовать себя в роли оператора, режиссера или монтажера, но и тех, кто чувствует себе талант композитора и актера. На мастер-классах при лаборатории вы научитесь основам киноискусства. Работа со сценарием, потом идет режиссура, режиссер работает с сценарием, потом режиссер работает с композитором, с оператором, они составляют какие-то раскадровки, музыку придумывают. Дисконтная карта – студенческий бонус, скидки в кино, театр, бассейн. Все это льготы для членов профсоюза «САФУ». Но основная его цель – защита прав и интересов студентов. Я рассматриваю профсоюз как некую хорошую школу жизни. Почему? Потому что представлять интересы других – это не так-то легко. Не каждый на это способен. Мы стараемся научить этому ребят, которые к нам приходят. Реализовать проект объединений уже в следующем году поможет ГРАН, который выиграла Ассоциация студенческих объединений «САФУ». Программа развития общественных объединений Арктического университета получит 37 миллионов рублей сроком на два года. Мы помогаем ребятам написать программу развития своей студенческой организации. Мы ее координируем. Также совместно с общественной дирекцией идет обсуждение бюджета программы развития. Работа в общественных объединениях «САФУ» – это возможность спустя годы вспоминать университет не конспектами и экзаменами, а яркими событиями, которые помогли стать лучше самому, научить чему-то других и оставить свое имя в истории университета. Таисия Машкова, Петр Меньшиков, Артем Юдин. Медиа-центр «САФУ. Арктический мост».